Известно о той или иной героине, тем больше слухов и домыслов плодится, то как вам было искать тот самый материал и понимать, что этот источник достоверный, а этот выдумка? Ну, вы знаете, конечно, во-первых, нам в помощь будет летопись, потому что это самые вот такие древние источники, которые мы можем читать, анализировать и сравнивать. Бывает такое, что одно и то же событие описано по-разному. Например, интересно, что в польских источниках очень часто подчеркивают, что русский князь приехал с дарами, что это на поклон, а на самом деле было совсем по-другому, пишут русские источники. То есть взгляд одних и других немножко отличается, поэтому здесь нужно найти золотую середину. И, конечно, постараться вот такие вот выдумки лишние отсеять для того, чтобы получилось, наверное, что-то более достоверное. Если мы говорим о личностях, которые представлены в книге «Княжна на продажу», какая самая неординарная личность? Возможно, открылась для вас какой-то новой, другой стороны. Возможно, как-то по-другому вас поразила и удивила. Ну, вы знаете, очень интересная персона в нашей истории, уже такой более новой истории, это великая княжна Екатерина Павловна, которая была сестрой Александра Первого. Ее прозвали в домашних кругах Екатерина Третья, потому что она была очень амбициозная, она была очень умна, она была очень красива, и у нее было огромное влияние при дворе. И даже говорили, что император Александра немножко ее побаивает с ее влиянием, того, что она могла натворить, так скажем. И поэтому решение о браке Екатерины Павловны, оно принималось очень сложно, потому что было понятно, что если ей найти мужа из влиятельного семейства, какого-то находящегося в России, то здесь можно приобрести неприятности для себя. Ведь мы знаем, что император Александр Первый, у него не было детей, точнее, у него было две дочери, чье происхождение сомнительно, потому что его супруга не была ему верна. Вот Екатерина Павловна была женщиной очень неординарной и очень решительной, и она мечтала о короне, причем о самой великолепной короне для себя. У нее были такие возможности, к ней сватался Наполеон Бонапарт, например. Но ему отказали, причем не сама Екатерина Павловна, которая просто была очень за. Хотя принято считать, что это она отказалась, но на самом деле решение принимала ее мать, которая была категорически против этого корсиканца, недостойного человека. Потом возник проект брака с императором австрийским. Он вдовел, был много старше ее. И опять-таки начали переговоры с Александром. Может быть, Александр сказал, ну, наверное, не стоит, поскольку большая разница в возрасте. Екатерина его умоляла, говорила, ну, какая разница? Вот даже есть прекрасное ее письмо, я привожу кусочек в книге, где она говорит, что, ну, в общем-то, наверное, главное, чтобы человек был хороший. Она очень хотела стать императрицей австрийской, и это тоже не получилось. И вот эта вот такая яркая, интересная женщина, вот, среди своих сестер, наверное, самая-самая, наверное, умная, интересная, она, к сожалению, вышла замуж самым таким неудачным образом. Ее выдали замуж за нищего айденбургского принца и отправили ее генерал-губернатор Шифтвей. То есть есть такое мнение, что это было сделано как раз специально, потому что вот такую яркую личность нельзя было допускать слишком близко к власти. Вот это очень интересная судьба, я о ней рассказываю очень подробно, у меня там есть и письма, причем был такой интересный момент, мне нужно было найти выдержки из писем, и я стала интересоваться, где мне их взять, письма Екатерины Павловны, брат. И выяснилось, что они есть, они изданы в 1905 году, причем одним из Романовых, и они все на французском языке, 305 страниц. Честно скажу, что я потратила очень много времени для того, чтобы выбирать кусочки, которые более будут подходить, переводила не все 305 страниц, я поняла, что я просто не смогу объять необъятное, но тем не менее мне удалось что-то интересное новое внести. Ну, мне кажется, в этом есть и плюс, вы берете, мало то, что первоисточник, вы еще берете его на языке оригинала. Никто не перевирает, никто не переводит, и вы сами можете достойно. Ну, в этом смысле, да, мне немножко повезло, потому что я хорошо говорила по-французски, а вот наша история конца 18-го века, 19-го века, там очень много что было написано по-французски, и поэтому мне немножко проще. Ну, а что касается истории с Наполеоном, то мама, как оказалось, плохого не посоветует, этот Бонапарр плохо окончил, поэтому... Я вам возражу, а вдруг бы все было хорошо, он бы не напал бы потом на Россию, кто знает. История не любит слагательных наклонений, он напал на Россию, и все было не очень хорошо. Ну, для него, конечно. А если мы говорим о том, что по названию книги «Книжна на продажу», то понятно, что все это, если не конкретно делалось ради денег, то ради какой-то выгоды, ради, в том числе, какой-то короны. Вот рождалась девочка, все понимали, что надо как-то хорошо, удачно пристроить, получив себе либо кусок земли, либо какое-то звание и положение. Вот с какого момента начинались уже предварительные торги, какие-то разговоры о том, что, а вот у нас товар у вас купец. Очень рано. Иногда решалось вообще, дети были в колыбели, а их родители уже решали их судьбу. Но вообще, если говорить о ранних браках, то это больше, наверное, больше свойственно для Западной Европы. У нас, в общем-то, таких вот юных-юных невест в 5 лет очень редко венчали, хотя были такие случаи. Была, конечно, наверху Слава, которую выдали замуж в 8 лет, если не ошибаюсь. Были случаи, когда выдавали замуж в 10 лет. Но вообще считалось одобренным церковью замужество с 12 лет. 12 лет считалось девушкой уже вполне созрелой для брака, и поэтому ее нужно было отправить уже куда-то на чужую землю. Таких случаев было очень много. И, например, 12-13, иногда чуть больше 14. Вот известная такая личность, императрица Священной Римской империи, Ивпроксия, про которую, я думаю, многие слышали или читали роман Павла Загребального. Вот Ивпроксия уехала из своей родной земли, ей было 13,5 лет для того, чтобы она вышла замуж за графа Фонштадом. А потом она очень юная вдовела, и к ней посватывался император Священной Римской империи. Понимаете, тут политические браки, они же создавались для чего? Как было сказано в названии книги, меняли дочерей на мир и новые земли. И поэтому старались как можно скорее скрепить союз, хотя бы устная договоренность, хотя бы вот какие-то, чтобы понимать, что в ходе перспективы ближайшей состоялся брак, и, соответственно, можно было дальше либо объединяться, либо вместе идти войной на кого-то. Для этого тоже объединялись, что говорить. Либо примиряться. Либо примиряться, конечно. Ну вот, например, известный факт, что когда была Ордынская ига, не выдавали княжон за рубеж, потому что, чтобы было не до этого, было гораздо важнее заключить союз с соседом, с кем-то, живущим на каких-то приграничных территориях. Вот это было важно. Тогда как раз было очень много союзов между русскими князьями, они стали совсем уж родственниками друг друга. Но восемь лет. Если мы говорим об устных договоренностях, и уже конкретно заключенном в раке, и вроде как о полагающемся даже 8-12 лет этом статусе, то вот были ли такие моменты, когда устные договоренности меняли, и чем это вообще грозило той стороне, которая эти устные договоренности отменяла? Вы знаете, когда княжеское слово, оно вообще-то гораздо важнее любого документа. Поэтому, и как потом уже мы знаем такое, что купеческое слово очень ценилось, так и княжеское слово в Средневековье очень ценилось. Князь мог передумать. Конечно, против него никто возражать бы не стал. Но вот таких вот случаев... У осадочек бы остался. Ну, конечно. Но были случаи, когда все-таки чаще всего доводили до венца, но были случаи, когда потом жены отсылали. Это был такой некрасивый жест, это был способ унизить своего родственника, который вдруг стал противником. Ну, например, совершенно необъяснимая ситуация случилась у Симеона Гордова, московского князя, который вдруг свою вторую жену из того или сего, они пожелились, и вот он сказал, что она ему не нужна. Пускай забирают. Она была княжной, но из такого очень маленького, незначительного рода. До сих пор неизвестно, что произошло. В летописи очень интересно написано, что Симеон с ней возлежал, и она ему показалась как мертвец. Вот и думай, что это, что он имел в виду. Я могу немножко на современный русский перевести? Это цитата. А не буду. Вот, такие случаи тоже бывали. Ну, бывало такое, что вот не смогла родить сыновей, детей. Соломония Сабурова, трагическая персона, начало 16 века. Но 20 лет пожила в браке с мужем, была верной, преданной женой. Очень хорошая женщина. Но пришлось князю от нее отказаться, потому что ему нужны были дети, а у Соломонии их не было. И у ее родной сестры тоже не было, что там у Павла тут, что-то в их семье не так. А вы знаете, бастартов не было, но когда он женился, потом появилось сразу же два сына. Иван Грозный и его младший брат. Если мы как раз говорим о возрасте, не могу сказать женском, о возрасте детском, то с какого возраста уже мальчиком? С 15. С 15 уже можно было выходить на рынок. С 15 можно было выходить на рынок, да. Но все-таки мальчики чуть попозже женились. Считалось, что с 15, но все равно чаще всего ближе к 20 годам. И вообще тема возраста, она, знаете, такая очень сложная, потому что хотя разрешено с 12, но означает, что все вот так вот женились обязательно. И в 20, и в 22 уже, если брать 19 век, то там и далеко за 20 выходили замуж. И не считалось это чем-то... Это уже престарелый. Мы же помним Пушкина. Конечно. В комнату вошла женщина, старуха 36 лет от рода. Это, кстати, тоже не совсем так, но неважно. Об этом тоже, кстати, в книге есть про возраст. Потому что восприятие возраста менялось, конечно же, чем, если сравнивать в Средневековье, да, где человеческая жизнь, она могла быстрее прекратиться. Не потому что, как у нас любят говорить, что там в 30 лет там составилось. Нет. Просто очень огромная женская смертность, младенческая смертность. При родах умирали, ну, огромное количество женщин. В пушкинские времена в том числе. Но постепенно, чуть попозже, стали уже понимать, что, наверное, не стоит так рано выходить замуж. И при Николае I, кстати, сместили вот этот возраст, что в 12 уже нельзя было выдавать замуж. Уже поняли, что это опасно для женского здоровья. Спасибо. А я тут прерву нашу приятную высокоинтеллектуальную душевную беседу. Ваши вопросы, если есть, поднимите руку, дадим вам возможность задать. Вот сейчас кому-то передадут. Название презентации говорит само за себя, что девушек использовали в своих интересах. А были ли ситуации, и как часто, может, они были, когда девушки что-то выигрывали? Например, они получали свободу распоряжаться деньгами, каких-то новых друзей. То есть они вырывались из-под мёта, например. Ну, мать умерла, там была какая-то злая нянька. А тут она хоба и во Франции, она там путешествует. Я поняла вас. Ну, вы знаете, начнём с того, что они не всегда страдали. Некоторые выходили замуж у любви, такое тоже случалось. Или бывали случаи, когда... Вот был случай с дочерью Павла I, с Еленой, когда она выходила замуж, она настолько не хотела, что она упала в обрак перед свадьбой. Перенесли до Тулинчанина, говорили, что всё будет плохо. Она, конечно, рано умерла, но брак у неё был в целом счастливый. Муж её любил, что было не так часто. А вот, например, родная дочь Николая I, Мария, она вообще умудрилась дважды выйти замуж по любви, что вообще в те времена было крайне-крайне сложно представить. Ну, упомянутая мной Екатерина III, вот эта вот та самая, сестра Александра I, она в первый раз тоже вышла замуж по любви, стала королевой Вертенберга. Ну, вот она тоже, правда, простыла и умерла довольно молодой. Новых друзей... Ну, вы знаете, когда отправлялись в очень далёкую страну, не зная часто языка, конечно, это было довольно сложно сделать. Вот, например, Анна Ярославовна, хотя она пережила своего мужа, она могла, по идее, стать легенджей, да, как мы представляем, править при малолетнем сыне. Но она настолько мало времени провела во Франции, что она не успела обзавестись вот этими влиятельными политическими сторонами. Но бывали и другие случаи. Например, вот дочь Ивана III, Елена, которая нашла замуж за великого князя Литовского, она была очень счастлива в браке. Более того, папа Римский был против этого брака. Родриго Борджа, этот самый, Александр VI, он говорил князю Литовскому, «Зачем ты взял Жену эту православную? Разводись, мы тебе найдем настоящую принцессу!» Он сказал, «Нет, я ее люблю!» Так что всякое бывало, и были хорошие ситуации тоже. Спасибо. Да, еще вопрос. Здравствуйте. Хотел узнать, какой период в этой книге вы взяли? И какой период работы? Сколько по времени вам это все? Давно это охватить удалось? Сколько работали? Период получается тысячи лет. То есть с момента крещения Руси, начиная с момента, когда князь Владимир женится на Анне Византийской. Ну, это первый, можно сказать, случай княжны на продажу. Да только с другой стороны. Из Византии к нам ее продали, можно сказать. Ну, вот так мы говорим, естественно, в кавычки. А заканчиваю я уже дочерями Николая Второго. Ну, то есть получается, да, около тысячи лет. Ну, собирать материалы, я сказала, начала еще в времена студенчества. То есть это... Хочешь. Не буду говорить, какой год. Далекий. Ну, потихоньку-потихоньку материал складывался, копился. Но саму книгу я написала не очень... То есть не очень много времени, полгода у меня ушло. Материал собирала долго, конечно. Все перечитать, все летописи французские, извините. Нет, я же говорю, что... Начала-то я давно, 20 лет назад. Вот вам рассказала, сколько мне летом теперь спать. Глобальная работа. Спасибо. Я журналист, который занимается историей с самого-самого начала. Я вела исторические передачи на разных радиостанциях. Терпеть. Терпеть государственный университет с красным дипломом. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в вашей книге, ну и вообще в истории, были ли случаи, когда во время... Слышно вообще? Слышно, слышно, отлично. Когда во время Ордынского ига русские князья выдавали ли своих дочерей за ордынских ханов для скрепления сузерен, скрипасально-сузеренных отношений? Очень хороший вопрос. Вы знаете, ну чаще бывал наоборот. То есть вот ханши выходили замуж за русских князей. Была, например, история, вот, то есть такая грустная история с тверским князем. Наверное, слышали... Нет, уже слышно. В Орде были убиты сразу несколько тверских князей друг за другом. Почему? Потому что тогда враждовали между собой московский и тверской князь, а московский князь женился на дочери хана. И вот в результате вот этих вот столкновений попала жена московского князя в плен к Тверскому и там умерла. При невыясненных обстоятельствах, но обвинили, конечно, что ее отравили и так далее. В результате там произошел конфликт, который привел к тому, что тверских князей в трех поколениях вырезали, можно сказать. Вот. Были еще случаи всего, если не ошибаюсь, по-моему, четыре случая, когда ханши выходили замуж за русских князей. Что касается обратной ситуации, то здесь сложнее. Вот здесь таких примеров я вам привести не могу, потому что их, в общем-то, нет. Потому что русские княжны должны были сохранять веру. Это было очень важно. Даже когда вы уже в такой относительно новой истории в XIX веке выходили замуж, непременным было условием, чтобы сохраняли православную веру. И, соответственно, с ханами было гораздо сложнее вот это вот решить. Они не сразу же стали, вы наверняка тоже интересовались этой историей, недалеко не сразу ханы стали принимать ислам. Это произошло гораздо позже. И, кстати, благодаря этому многие представители знати, которые были при ханах, они поменяли потом, как сейчас можно сказать, гражданство, пришли на сторону русских князей и основали многие известные ныне фамилии, потому что их заставляли принимать веру. Спасибо. Еще вопросы, друзья, поднимайте. Дадим вам и трогать. Давай. Тогда нам. Если мы говорим о истории на продажу, истории как сделку, то что вообще грозило либо ей, либо ему, либо того, кого на продажу, либо тот, кто покупает, за отказ от этой сделки? И вообще случались ли такие случаи, что можно было перечить, отказываться категорически? Воспитание было совсем другое. Отказываться было... Понимаете, вот когда, опять-таки, вернемся к Анне Ярославне, в интернете очень часто ходит такое письмо. Анна Ярославна якобы написала его своему батюшке, Ярославу Мутрумой. И начинается оно с таких слов. Куда ж ты меня, батюшка, послал на землю темную? И дальше. И там такое написано, что... И многие верят. Это литературная подделка, которая хорошо известна. Так вот, княжна 11-го века, 12-го века, своему отцу такое просто никогда бы не смогла сказать. В силу того, что совсем другое было отношение. То есть уже в семье, неважно, княжеской, крестьянской, выстраивалось отношение, когда старших не просто уважали, но поперек них ничего нельзя было сказать. Вот это больнодумство, когда можно было топнуть ножкой, пришло уже гораздо позже. А я не хочу, не хочу, прощу. Это случилось уже гораздо позже. И то, как я уже говорила, даже в 19-м веке Мария Николаевна сумела настоять, чтобы выйти замуж за любимого. Хотя этот самый любимый происходил из семьи, которые раньше-то отказали. Потому что Мария Николаевна вышла замуж за Максимилиана Лихтенбергского, который был, ну так можно сказать, внуком Наполеона. То есть он был сыном Евгения де Багарнея, который был пасынком Наполеона. Только вот Наполеону отказали, а за Максимилиана она вышла замуж. Сейчас вспомнилась история индийская, причем произошедшая совсем недавно, когда на свадьбе вдруг умерла невеста, а все уже собрались, деньги потрачены, колын получен, а они благополучно отнесли ее в другую комнату и на другой дочери этих же родителей сыграли прекрасную свадьбу и все были счастливы. Вот если в семье несколько мальчиков, несколько девочек, вот как понималось ли, по старшинству ли, я не знаю, по уже взрослению индивидуальному, кого и за кого отдавать? Вот я приезжаю, а тут можно всех посмотреть. Вот они все стоят. Ну, конечно, по старшинству в первую очередь. И был такой же случай в нашей истории, когда приехали свататься к княжнам, это были племянницы Ивана Грозного, и уже все решили, и вдруг девушка умирает. Говорят жениху, ну как, возьмешь другую? Он сказал, возьму. Так Мария Старицкая уехала. Вот, то есть такие случаи, конечно, были. Старались выдавать замуж, да, сначала тех, кто подрос, потом уже остальных. Но вот прийти запросы и неожиданные, например, как я уже говорила, Анатолеон посватался к Екатерине Павловне. У нее были еще сестры в того времени. Но вот эта вот слава того, что она очень красива, что она очень умна, вот ему понравилось это. Когда отказали, он по-другой посватался. Ну и тут отказали. Вот. Второй сложилось все лучше. Она стала королевой Голландии. Анна Павловна до сих пор очень почитаемая, очень любимая в Голландии. Есть даже целый район названный в ее честь, потому что она много занималась благотворительностью, и вообще очень проявила себя очень достойным образом. Вот, кстати, зацеплюсь за фразу, что по слухам она была очень красива, а красота — это вещи достаточно субъективны. Понятно, фейстайма тогда не было, смс-ку послали, было невозможно, если ехать далеко и долго, можно было не доехать. То вот предварительные знакомства происходили ли, договоры, или договаривались только родители, а дети между собой не знакомились? Ну, дети далеко не всегда. Точнее, даже сказать, очень редко, когда дети знакомились, потому что брак династический — это брак не по любви, это брак не для счастья, это брак ради интереса. А если мы берем, например, далекое Средневековье, то там и вообще возможности перемещаться были крайне ограничены. Когда Анна Ярославовна отправлялась во Францию, она по жениха-то знала самые общие вещи, то есть, естественно, она его не видела, но вы представляете, какая была живопись в XI веке, да, очень хорошо, как это могло выглядеть, да. В более позднее время вообще была ситуация в XVII веке, когда царских дочерей их вообще не показали, их не выпускали, они жили, вот это выражение «теремные затворницы» — это про них. У Михаила Федоровича было семь дочерей, и ни одна из них замуж не вышла. У Алексея Михайловича еще больше и такая же история. Держали в заперти, не позволяли общаться с мужчинами, и даже когда приехали свататься к дочери Михаила Федоровича, к Ирине, она могла поглядеть на своего жениха, только, знаете, в гранатуре палате была такая решеточка, отделявшая два помещения, можно было так выглянуть, посмотреть, сказать, «люб», да, но не более того. То есть общения такого не было. А уже, конечно, в XIX столетии, ну, в конце XVIII века уже появилось больше возможностей для общения. Наши великие князья им вообще тогда предоставлялась возможность вот «выбирай», да, как вот к Александру III мы приехали, три девушки, ему сказали право выбора, какой хочешь, и он выбрал вот ту самую Елизавету Алексеевну, которую считают самой красивой русской императрицей. Опять-таки, Екатерина Павловна, вот, Екатерина III, она тоже себе выбрала короля Валтимберга, и он тоже ей понравился. По общению, внешне, он был хорош с собой. Сначала у них все очень хорошо складывалось. То есть, если мы говорим о Средневековье или, например, о XVII веке, то возможностей для общения не было или их специально не давали их осуществить. Позже уже, конечно, стали отношения больше похожими на наши нынешние, когда братьев любви начались в XIX веке, чего не было раньше. Спасибо. Еще ваши вопросы, друзья, если есть, поднимайте руку. Да, вот, у нас девушка там. Вот, вот микрофон. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, считалось ли престижным выйти за русскую княжню? Смотрите, зависит от времени. Вот, когда все только начиналось, когда Владимир Святой, которого мы все знаем, креститель Руси, сватался к Анне Византийской, выходить замуж за северного варвара было непрестижно. Более того, дед Анны Византийской оставил такую памятку для своих потомков, что ни в коем случае, если посватается северный народ, к ним никогда никого не отдавать. Но потом все поменялось, было принято крещение, Русь стала христианской. Получилось так, что Русь оказалась не то, что как бы наравне со всеми, но приняла те же правила игры, те же понятные обычаи, традиции. Было ясно, что подразумевают под добром, под злом. То есть здесь уже общий появился культурный код. И как раз это позволило вот таким бракам осуществляться. И вот в русском средневековье очень много было браков именно с русскими княжнами. Жениться на них было действительно престижно. И стремились к этому. Было очень много союзов. У меня как раз первая часть книги посвящена целиком и полностью вот этим союзам. Их было много. Там были и венгерские королевы, наши русские княжны, и польские в огромном количестве, и датские. И вот видите, там очень много интересного. Спасибо. Да, еще. Молодой человек. А у меня вопрос уже с другой стороны. Я где-то читал, но не помню где, поэтому не могу поручиться за источник, что когда Иоанну Грозному выбирал себе жену, ему дали щелочку глядеть в женскую баню, он смотрел и выбирал. Это правда? Вот интересно, это правда, или я это глупость какую-то где-то подцепил? Знаете, все было гораздо проще. Проводился самый настоящий смотр невест. То есть собирались девушки со всей Руси и знаток фамилий, которых можно было посмотреть воочию, выбрать. У девушек не было такой возможности, это было только у князей у Великих. Отбирался сначала, скажем, шорт-лист. После этого конкурс красоты самый настоящий и потом уже выбирали самым пригожим. Вот когда первой женой Иоанна Грозного была его самая, кстати, первая его любимая жена Анастасия Захарина Юрьева, с ней он был очень счастлив и, наверное, потом бы не было вот такого вот количества у него жен, если бы она, к сожалению, так вот умерла рано. И вот после этого несколько смотров невест проводилось, причем на одном из смотров он присмотрел жену и себе, и сыну сразу же. Сын подрос, поэтому сразу убили двух зайцев одним выстрелом. Нет, в щелочку они не смотрели, но осмотр потом проводился отдельно, потому что надо было убедиться, что девушка здорова. Это тоже не сразу началось, когда, вот, наверное, слышали такое имя Маркова Собакина, очень недолгая жена Ивана Грозного, именно потому, что она вот вышла замуж и буквально сразу умерла. После этого поняли, что надо как-то детальнее осматривать. И, кстати, это часто использовали против самих же женщин. Вот в 17-м столетии было два случая, когда девушек отстранили, так скажем, от претенденток в царские невесты, потому что показалось, что они нездоровые. Одной очень сильно перетянули волосы, так перетянули, что она упала в обморок, и сказали, «Хворая, не годится». не годится, она была здоровой, с ней было все хорошо, а другая просто вдруг не с того, не с него переехала в царский терем, ее стало выворачивать. Тоже сказали, «Хворая». Отослали, потом выяснилось, что просто ей что-то подсыпали. Вот тоже таким образом пытались конкурентов их убрать. Еще ваши вопросы, друзья. Поднимайте руки, задавайте вопросы. Да, вот девушка, просто щелочка в бане, это, конечно же, это как, я не помню, кто, по-моему, Раневской приписывают, да? Говорите о себе много хорошего, источник забудется, информация останется. поэтому, так. Известно ли, за кого хотели выдать замуж дочерей Николая II? Вы знаете, я про дочерей Николая II как раз на этом моменте я остановилась. Я это сделала специально, потому что у меня такое есть убеждение, что совсем новая история, вот 20 века, я стараюсь очень осторожно ее касаться. Во-первых, потому что очень много противоречивших любых источников, потому что это было совсем недавно. Во-вторых, трагическая судьба этих девушек как-то вот мне показалось немножко кощунственным копаться в этом, поэтому я на этом остановилась. То есть, я упоминаю, что вот они остались без женихов, не вышли замуж, но известно, что старшую дочь Николая рассматривала как возможную претендентку на трон, хотя это было запрещено по закону Павла I, потому что боялись за жизнь царей Чариксея, поэтому ей как-то старались не очень искать жениха, а другим просто уже не успели. спасибо. Еще вопросы, друзья? Да, сейчас мы до вас дойдем, микрофон дадим. Мы опирались на источники в основном на нашу летопись, я так понимаю. А в зависимости от эпохи? А эпоха начала? Анна Ярославна? Летопись, конечно. А и со стороны других государств? Конечно. А какие, с какого века? А вы знаете, опять-таки, про Анну Ярославну есть записи в нескольких монастырях французских. Это и почти прижизненные, и вот совсем-совсем чуть-чуть после. Дело в том, что при ее сыне, при Филиппе I, про нее упоминали несколько раз, но, к сожалению, до сих пор нельзя прояснить, даже когда она умерла и как. Вот этот момент, ни могилы ее нет, ни как это случилось, поэтому вот тоже все фантазируют на эту тему. А я не люблю фантазировать, я обычно вот как есть, так пишу, или говорю, вот этого, к сожалению, нам не используют. Спасибо. Есть ли еще вопросы к этому моменту? Возвращайте микрофон, будем продолжать. Что? Снегащие планы. Возвращайте планы. Планы. Планы? Да. Спасибо, что избавили меня от вопроса ваши творческие планы. Сейчас уже находится в издательстве моя третья книга, она посвящена трем сословиям. Я рассказываю про дворянство, про крестьянство и про купечество, и стараюсь развенчать мифы, которые связаны с этим. Ну, например, я стараюсь развенчать миф о русском пьянстве. Мне очень не нравится этот миф. И опираюсь на... Итак, все у нас хорошо. Я проводила исследования на эту тему. Второй такой устойчивый миф, что дворяне ничего не делали, что они с утра до вечера, как Пушкин писал, что он еще в постели, ему записочки несут, а там дальше бал, ху, тюрьма и больше ничего. Это-то не совсем так, точнее совсем не так. Дворяне служили, дворяне работали на чиновничьей службе, дворяне были фабрикантами. Например, известная графиня Стенбек Фермер, она была одновременно дворянкой и графиней, и купчихой. Такое вот тоже было. Ну, а про купечество такой тоже развенчивый миф, что все это нажито нечестным трудом, что все это было вот исключительно выжимали последние жилы из рабочих. Такое, конечно, существовало, но купцы очень много занимались благотворительностью, очень много делали для своих работающих у них людей. Вот эти три мифа я пытаюсь развенчать, ну, плюс там есть, конечно же, рассказы о выйти, о нравах, о свадебных традициях. Период какой? Какой исторический период? Ну, вот, как дворянство зародилось, я разбираю, дворяне, откуда пошло это слово, и как дальше это формировалось. Ну, купечество, соответственно, в основном это 19-й век. А крестьянство с крестьянством самое сложное, потому что вот у нас лет в летописях про крестьян это не писали, и мемуаров крестьяне в Средневековье не оставляли никаких. Поэтому здесь самое сложное, поэтому у меня появляются такие сквозные персонажи в каждой из частей, которые, через которых я рассказываю всю эту историю. Спасибо. Можно как раз? Интересно. Ну-ка, а вы живете за счет писательства? Это позволяет? Это только интересный на сегодня вопрос. Или вам приходится заниматься преподаванием? Какой инагент тут здесь нашелся? Нет. Хорошо. Нет, нет. Все хорошо. Нет, я занимаюсь только творчеством. Я не преподаю, я больше нигде не работаю. Я работаю над зеней, работаю в издательстве Бомбора и Эксмо, пишу книги. Вот, в общем-то, все мои источники дохода. Я плачу налоги, сразу скажу. Много налог. Позволяет ли это вести достойность? Мне кажется, у каждого свое понятие достойного образа жизни. Ну, я думаю, что все нормально, все хорошо. Налоги плачу, еще раз повторяю, если кто не знает. Я могу сказать, что в российской литературе в российском книгоиздании, то, наверное, пальцем двух рук хватит, чтобы перечислить тех авторов, которые живут за счет издания книг. Всем остальным приходится либо вести блоги, либо где-то еще работать на стороне, но, поверьте, имена их всем известны, и они буквально наперечет. Спасибо. Какой исторический период вы хотели бы оказаться, пожить? Во все. ближе вам? Во все. Вы знаете, я сейчас увлекаюсь историей Китая, читаю по этой теме очень много книг, это настолько интересно, я вот просто у меня мечта, если мне когда-нибудь позволят издательство, издать такую книгу по истории древнего Китая, это невероятно. Конечно, 18-й век, и с Екатериной бы поговорила тоже второй. Я думаю, что, ну, поскольку у меня такой большой познавательский интерес, мне везде было интересно, в любой эпохе. Давайте, может быть, тогда, сейчас, одну секунду, тогда не про эпоху, не про эпоху, а в какой из двух книг вам бы хотелось оказаться? Ой, я в крепостные-то не хочу. Не-не-не, раз уж ты крепостной актрисой, тогда бы я, наверное, смогла себя проявить, а там дальше посмотрим. Шереметьев, ты же тоже женился? Да-да-да-да. Спасибо. Добрый день. Как раз касаемо крепостного, вот вы говорили про новую книгу, да, что у вас дворянство, вы развиваете мифы, да, про купечество, а про крепостных, по поводу крепостного права, там есть мифы, которые мы, например, нас в свое время обучали, а может быть, это было не так, но это сравнивая, например, с тем же рабством в США, да, есть две точки зрения, северная и южная, и они совершенно не совпадают абсолютно по этому поводу. Спасибо. Соглашусь с вами. Ну, в крепких узах в своей первой книге я постаралась очень детально рассказать о крепостных, но первое, сразу же, первый миф, что вот все крепостные без исключения были угнетенные, несчастные, били, насиловали и так далее. Все было очень по-разному. Были истории, во-первых, были разные хозяева, среди них было много очень благородных, очень честных людей, людей, которые помогали своим крепостным выучиться. Ведь, например, многие известные художники конца 18-19 века у нас появились только благодаря тому, что их хозяева, они были крепостными, дали им возможность учиться в Италии, во Франции, оплачивали сами. Но были другие истории, совершенно жуткие, были истории о помещиках, которые держали целые гаремы. То есть, все было очень по-разному. Но то, что со временем жизнь крепостных стала меняться, это несомненно. В конце 18 века, благодаря Екатерине II, крепостные получили право создавать свои маленькие предприятия. И с этого, можно сказать, началась история нашего купечества. Такая широкая, мощная история, потому что многие купеческие фамилии это выходцы из крепостных. Те же самые Абрикосовы, Елисеевы, Морозовы, огромное количество, это все высшие крепостные. Здравствуйте, спасибо вам большое за ваши такие вот рассказы, которые основаны на исторических событиях. Скажите, пожалуйста, вы ведете блог? Да. И на какой платформе? На Дзене. У меня есть канал, так и называется, Ника Марш. Я рассказываю каждый день. Да, рассказываю. Покажите, да? Нет, я подписываю на ваш канал. О разных историях, связанных с нашей страной, с другими странами, потому что история, как меня спросили тоже в издательстве, а вообще конечная ли, вот она бывает ли такое, что тема исчерпана, я говорю не... Тема никогда не бывает исчерпана, потому что история, она необъятна. Еще. Давайте мы вот еще. По поводу, кстати, творческих планов. А есть ли у вас в планах книга написать историю не о женах, а о любовницах различных великых людей? И я просто читал, что... Я просто читал, что, например, во Франции положение королевской любовницы или королевской фаворитки, это была довольно практически официальная должность, и часто же нас с фавориткой даже дружили. Ну, такое тоже бывало. А иногда и вцеплялись волосы друг к другу, и травили друг друга, тоже такое бывало. Ну, вы знаете, если... Тогда тема просто необъятна, потому что фаворитки, если брать вообще всех королей, надо как-то сужать тему. Вот. Если брать наших русских князей, то, скажу вам честно, фаворитки появились у нас очень поздно. Вот эта тема фаворитизма вовсе не про наших князей, это не про них. Оно... Явление стало складываться... Уже такие официальные фаворитки появлялись уже времена Петра Третьего, Павла Первого. Ну, Петр Первый, вы знаете, свою фаворитку сделал аж императрицей, да? При него, кстати, тоже было много разных похождений, но это выглядело не так, как у французов. Вот. Поэтому здесь нужно тему сужать, конкретизировать. Я подумаю на этой теме. Очень интересно. Ну, и тогда уж про фаворитов не забываем. Это же как-то... Да. Ну, давайте финальный вопрос от кого-то зададим. И... Да, вот девушка подошла. У меня такой вопрос. Со скольки лет считалось нормальным девушкам выходить замуж до скольки ненормально? С 12 лет считалось нормальным. Это было по церковным канонам. А это с какого века? Ну, вот русское средневековье 12 лет. И вплоть до еще 18 веке выходили замуж 12-летние. А в 19? А в 19-м Николай I все поменял. Сдвинул возраст в 15 лет. А. Да. Ну, чуть-чуть полегче, да, стало? Восьмиклассницы такие получились. Вот. Но это не означает, что в 12 лет всех выдавали, просто было можно. Да. 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 Ну, что ж, я уверен, встреча была интересна, полезна, захватывающая. Опять Пальсарк. Я напомню, что книги можно приобрести прямо здесь. Минут 10 у нас подпишем, если останется те, кто не успели подписать, выйдем на улицу. Ну, а сейчас как раз вот ваши аплодисменты. Никамарович. Спасибо большое. Ну, и под те, кто уже приобрели...